Сейчас меня хорошо подлечили, восстановили трудоспособность, но для того, чтобы болезнь не усугублялась, требуется уже гемодиализ и все остальное, то теперь надо все время поддерживать организм. Выявлена патология нирок, у нее на сегодняшний день хроничная короба нирок, и в последующем она, дейсно, может быть претендентом на гемодиализм. А для того, чтобы призупинять процесс распространения патологии, она должна отрабатывать консервативное лечение. Хорошо, давайте мы тогда вынесем на рассмотрение гемодиализма, как моё обращение. Возьмите, пожалуйста, к вам сегодня перезвоню. Пересаживайтесь, пожалуйста. Сердце больное, и из-за второго заболевания органы поражены, и я пожизненно буду принимать лекарства до конца своей жизни. Выдано на предприятии? Шестнадцать лет. Шестнадцать лет? Питания можно также решить за шляхом надания материальной допомоги. Тут есть абсолютно все показания для этого. То есть все обоснования у нас есть? Есть. Хорошо, Татьяна Васильевна, выносим на рассмотрение комиссии. Выделена пухлина, взята на облик в онкологическом диспансере, но она потребует длительного лечения. Переговорите онкологического диспансера, чтобы было особое внимание. Хорошо, хорошо. Игорь Сянович, передавайте супруге, чтобы… Следующий пациент также будет. Был прооперованный в институте медической радіологии, он пройшел три курса симптоматического лечения. И за подсумками через два месяца мы будем еще раз расследовать вопрос, если ему нужна химиотерапия. Ему нужна симптоматичная лечения на месте выдаленного пухлина. В онкологическом диспансере будет проходить? Препарат в онкологическом диспансере, он будет подстерегаться в онкологическом диспансере. Когда будете определяться по химиотерапии необходимости или отсутствии необходимости, тоже провести соответствующий консилиум под вашим присмотром. Хорошо? Хорошо. Андрей Иванович, поздравляйте. 1-5 сентября пройдет комиссия, думаю, что есть все основания предоставить. Эта дитина потребует постоянного приема лекарских засадов. На жаль, лекарские засады, которые нужны для лечения, не заведены в наказ Министерства охороны здоровья для покупки лекарских засадов за деньги бюджета. Главное на предприятии? Ну, уже 10 лет, на следующий год. 10 лет? А где работаете? На малышем отделе главного технолога. Все основания есть? Есть. Я думаю, что по медикаментам мы поможем. Спасибо. 1-5 сентября? Да. 1-5 сентября будет заседание комиссии соответствующим. И если говорят об основании, понятно, что ребенок, я не вижу здесь проблем, что комиссия поддержала. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Хорошо. 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 Дитина 2002 года прооперована с приводу перфоративной язвы шлунку, находится на диспансерном облаке, потребует и диетического харчувания, и проведения постоянного симптоматического ликования. Все основания есть? Все основания есть. Хорошо. Сын пусть выздоравливает. С 1-5 сентября будет комиссия. Все, что в наших силах, все, что предусмотрено законом, мы все поможем возвести. Спасибо большое. Памяточку возьмите, вам сегодня перезвонят. У дитини диагностована в 2015 году вроджена вага с частотовой системы, которая подходит оперативному лекованию в областной клинической лекарне в вересне-жевте 2016 года. Но если позволите, то вопросы также можно решить. Передайте ей, чтобы взяла на особый контроль. Комиссия будет с 1-5 сентября. Рассмотрим. Я думаю, что комиссия поддерживает, поскольку начальник управления здравоохранения говорит, что есть все основания. Пусть выздоравливает дитину. Представляйтесь. В этой семье трое детей. У дитини была выявлена злоякосная пухлина. Дитина была обстежена у нас в областной дитячей клинической лекарне номер один. Батьки обстеживали в Немеччине. Зараз мати з дитиною знаходиться в Республике Беларусь для проведения оперативного лекования и химиотерапии. Я попрошу еще предприятия тоже вникнуть в этот вопрос отдельно. Что касается комиссии, здесь однозначно будет открыто позитивное решение с 1 по 5 сентября. Я попрошу руководителя предприятия тоже отдельно вникнуть в эту проблему. Спасибо. Добрый день, Роман. Здравствуйте. Всяживайтесь. В липні 2015 года была выявлена патология грудного злоя, которая оценивается как фактор риска выникновения онкологического заболевания. Необходимо, я бы вважала и попросила его обстежитись все-таки у нас в онкологическом диспансере и вызначити… Галина Николаевна – это начальник управления здравоохранения. Я ее попрошу лично взять обследование под контроль. Хорошо. Но это нужно сделать правильно все. Потому что по здоровью так нельзя можно… Если есть проблема, то более глубоко. Поэтому давайте выдаемся так. Галина Николаевна подготовит алгоритм, как вас обследовать. И я ее прошу под обеспечением, чтобы она это проконтролировала обследование. И лечиться надо будет правильно, а не самостоятельно. Того доверяю, не доверяю. И будем по мере результатов обследования, будет управление здравоохранения принимать решения. Я их попрошу еще раз говорю на контроль. Так, договорились? Да. Хорошо. Удачи вам. Спасибо. Все, что было сказано, нужно реализовывать. Я не знаю, каким образом отбирались люди. Если будут какие-то люди, которые не попали на прием, но есть вот такого плана проблемы, значит, тогда через Бекера и Серштан, пожалуйста. Также, если возникает у кого-то какая-то проблематика у сотрудников предприятий, вот такая вот, как у ребенка, вот тоже у нас картина известность, будем помогать. Это харьковчане, мы должны им помогать. Договорились? Да. До нас у всех стандартных учеников. И дякую вам шире за підтримку. Спасибо.